В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Сметающие все на своем пути. Несколько сел в Дагестане затопил селевой потоп после ливней. На месте работают бригады спасателей. Расширение и доступность медпомощи. Новые автомобили продолжают поступать в медучреждения по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Строгий отбор. Всероссийский конкурс по книге Муфтия Дагестана «Благонравие праведников» подошел к концу. Дагестанские села затопило после ливней. В сети Инстаграм пользователи делятся видео с районов, улицы которых заполнены потоками воды. Течение настолько мощное, что сносит даже автомобили. Действие происходит в селении Урмали Вашинского района. Грязный селевой поток и в селе Губден Карабадахкенского района грозит разрушительными последствиями. В настоящий момент на месте работают бригады спасателей. Для оказания помощи спланирован выезд рабочей группы во главе с заместителем начальника МЧС России по республике. Теперь жителям республики от 60 лет и старше, решившим пройти вакцинацию, будут выдавать продуктовые наборы. Такое решение было принято по поручению главы региона Сергея Меликова. Первыми пунктами, где привившимся выдают набор продуктов, стали махачкалинские площадки. Стадион имени Елены Сымбаевой, Русский театр, Аварский театр и здание ДГМУ на площади Ленина. В Министерстве здравоохранения напомнили, что люди пожилого возраста входят в главную группу риска. Иммунизация этой группы является основным средством профилактики. Акция продлится до 20 сентября и постепенно охватит и другие пункты вакцинации. Новые автомобили продолжают поступать в медучреждения по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Теперь, благодаря этому, медицинская помощь в поселке Шамхал станет более доступной для сельских жителей. Врачи смогут оказать жителям поселка оперативную и качественную помощь на дому. По словам медработников, это поможет сжатые сроки обслужить нескольких пациентов. Раньше приходилось вызывать такси. Конечно же, оплачивали за свой счет. И самое ужасное, что таксистов толком не было. И вовремя не могли выехать, когда приходил вызов. Конечно, стало намного удобнее. Дагестанцы активно пользуются функцией телемедицины. Теперь за консультацией врача не обязательно ехать за пределы региона. Кому далеко ехать в больницу из своего аула, а кому-то нужно оставаться на карантине. Как в таких условиях попасть на прием к врачу, расскажет Карим Даниев. У меня пару дней, как высокая температура. Не мучают голодные боли. Я просто не знаю, какие анализы сдать не явил. Пациентка Патимат находится в карантине из-за подозрения на коронавирус. С момента появления первых симптомов простуды ей предписано сохранять строгий карантин. Но благодаря функции телемедицины она остается на связи со своим врачом. Получает консультацию и назначение. Кроме как головные боли, есть ломота в теле, боли в мышцах, потревость, слабость. Учитывая большое количество больных коронавирусной инфекцией, очень актуально введение телемедицинской консультации. Это очень удобно и для больных, и для врачей. Телемедицина – это новый способ приема у врача. Теперь, чтобы получить консультацию и рассказать доктору о своих недугах, достаточно позвонить в режиме видеосвязи. На седьмой-восьмой день, если ваши симптомы не пройдут, нужно будет провести исследование МСКТ органов грудной клетки. Сегодня у каждого человека в кармане есть смартфон. Интернет и видеосвязь уже давно стали привычным делом. А теперь такие технологии применяются и в медицине. В Дагестане одной из первых клиник, подключивших к телемедицину, является Альтермет. Эта передовая клиника находится в Хасавюрте, и получить в ней консультацию удобно любому жителю республики и даже страны. Мы решили внедрить это именно здесь, в Дагестане, потому что в Дагестане большое количество удаленных районов. Если сейчас летом еще большинство пациентов имеет возможность доехать до медицинских центров, то в зимний период это уже достаточно затруднительно. И многие пациенты хотят обратиться к доктору, но не могут, не имеют возможности. Но на самом деле и в летний период, в любой день, это уже не имеет значения, пациент может, придя на первичную консультацию, повторно подключиться к доктору по телемедицине, находясь на работе, дома, где угодно. Здравствуйте, Зарема. Получены ваши анализы, ваши лабораторные исследования. У вас обнаружено три инфекции. Зарема живет в удаленном поселке. Добираться до города ей тяжело, но возможность связаться с врачом клиники «Альтермет» по видео ей здорово облегчила жизнь. После первичного посещения клиники и сдачи анализов ей не приходится заново ехать несколько часов из своего поселка, чтобы узнать результаты. Скажите, пожалуйста, насколько опасны вот эти вот инфекции, то, что вы обнаружили? Ну, эти инфекции сегодня очень хорошо лечатся, если вы будете своевременно выполнять курсы лечения и регулярное наблюдение. Когда пациент уже обследован, и у нас есть его результаты, часто для того, чтобы пациенты не делали дальнюю дорогу, то есть из дальних районов, из отдаленных районов, мы можем проконсультировать по результатам анализов дистанционно. Такой телемедицинский прием, так же, как и обычный прием, позволяет сделать рекомендации пациентам, позволяет дать им назначение, отправить. То есть многие вещи мы можем сделать по дистанции. Получить консультацию по видеосвязи в клинике «Альтермет» можно практически по всем направлениям. Здесь работают лучшие врачи не только Дагестана, но и Москвы, Ростова и Астрахани. А так же приезжают зарубежные доктора. Пациент, даже если, например, лабораторные исследования были сданы не здесь, не в «Альтермеде», а где-то, он так же их может подкрепить к приему телемедицинскому, врач рассмотрит и даст заключение. Если пациент проходит, сдает анализы здесь, то уже заранее к телемедицинскому приему мы подкрепляем лабораторные исследования, и доктор на основании полученных данных дает рекомендации пациенту. Телемедицина сегодня – это новая ступень в развитии здравоохранения. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Хасавюрт. В Дагестане к 1 сентября планируют открыть 20 школ и детских садов. Об этом сообщил на совещании работников образования республики глава Миноборнауки Дагестана Ехья Бучаев. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 44 школы на 17 тысяч ученических мест и 70 детских садов, более чем на 10 тысяч мест. Отмечу, что в данный момент более 200 школ в Дагестане работают в аварийных и ветхих зданиях, а еще 28 школ вынуждены работать в три смены. И поэтому к концу 2023 года запланировано строительство 166 объектов образования. Всероссийский конкурс по книге «Муфтия Дагестана. Благонравие праведников» подошел к концу. Для участия в финале в Махачкалу съехались лучшие знатоки со всей страны. На кону главный приз – квартира в столице республики. Подробнее в сюжете. Они лучшие из лучших всего около 250 человек. Мужчины и женщины, взрослые дети – участники со всей страны. Они прошли два сложных этапа, прежде чем оказаться в финале. У нас было на первом этапе 30 вопросов. Все были в виде тестов, были более-менее легкие. Уже во втором этапе у нас было 35 вопросов, из них три в виде писемных заданий. И некоторые вопросы мы немного, чуть запутали, усложнили. Но уже это финал. Многие люди у нас знают книгу наизусть, поэтому не усложняя вопросы не получается. Будет трудно выявить победителя. И в финале у нас 10 тестов, 40 у нас письменных вопросов. И они тоже, соответственно, усложнены, немного запутаны. Участникам на выполнение заданий отводится 2 часа и 15 минут. Вопросы запутанные, а самые сложные – это письменные. Организаторы действительно постарались сделать этот конкурс объективным, справедливым. И вопросы были действительно сложными. Это, я думаю, позволит им выявить победителя, чтобы не было разногласий. За финалистами смотрят внимательные волонтеры. Запрещены любые виды шпаргалки. При их наличии работы сразу аннулируются. Во время проведения конкурса мы с самого начала забираем у участниц сумки, телефоны, наручные часы. Только оставляем воду попить и ручки непосредственно. Раздаются листы и они, соответственно, отвечают, обводят кружочком все эти ответы. Ни галочки, ни черточки. Именно таким образом. В Махачкалу приехали участники с разных регионов России. Одну из многочисленных делегаций в этом конкурсе представлял Уральский федеральный округ. Приняло участие около 500 человек в первом этапе. Во второй этап прошли, получается, около 133 человек. И в финале мы выбрали двух наших самых сильных ребят, которые по баллам мы понимали, что они будут составлять мощную конкуренцию, конечно же, дагестанцам, и привезли их в Махачкалу. Строгая жюри уже начала подсчет баллов. И на этой неделе муфтия Дагестана объявит главного победителя, который получит ключи от квартиры в Махачкале. А в Дербенте отметили День государственного флага Российской Федерации. На стадионе Нарынкала состоялось праздничное мероприятие, в котором приняли участие волонтеры, педагоги, студенты и школьники. Всем жителям и гостям города активисты раздали ленты в цветах российского триколора, буклеты и сладости. Организаторы провели викторину, а ее победители получили подарки. Далее участники мероприятия запустили в небо воздушные шары белого, синего и красного цветов, символизирующие российский флаг. В Махачкале открылась выставка картин российских художников, написанных в рамках арт-симпозиума «Каньон». Напомню, первый международный арт-симпозиум проходил на Сулакском каньоне с 15 по 21 июля. Он объединил художников из разных уголков России и Дагестана, на которые больше недели жили и творили на Черкейском водохранилище. Что из этого вышло, расскажут мои коллеги. Здесь порядка 40 картин, написанных в самых разных техниках и жанрах живописного искусства. Мастера из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Владикавказа, Элисты и Дагестана трудились в Гунибе, Старом Горе, Сулакском каньоне, на Мятлицком и Черкейском водохранилищах. Это как раз полностью и отражает экспозиция, говорят организаторы проекта. Да, работы многие за счет того, что все это делалось так быстро, это многие этюдные работы, сделанные на пленэре. И художники поймут, наверное, что тут строгую оценку давать, наверное, нельзя, потому что это не та работа, когда человек работает в студии, допустим, месяц или сколько ему нужно времени, чтобы спокойно проработать сюжет, детализацию. Но в любом случае работы удались. Как реалистичные, так и абстрактные, насыщенные яркими красками или только в темных тонах. Картины разные, а зависит это скорее не от места, где их писали, а от места, где проживают их творцы. Если мы пройдемся по залу, то мы увидим, что, в принципе, человек, откуда приехал, тут так в основном и пишет. Если мы посмотрим на наших дагестанских художников, вот, допустим, того же Актайя, несмотря на то, что он питерец, да, давно уже, ну, мы увидим все-таки такие наши горы. А если посмотреть на работу художников из Калмыкии, то немного удивимся, потому что даже находясь в горах, где-то местами они все-таки нарисовали родную степь. В условиях ограничений в период пандемии не все группы художников смогли приехать на выставку. Так о работах из республики Калмыкии рассказали их представители. «Называется «Встреча в персиковом районе». Наша база базировалась именно на острове, где находился этот персиковый рай. И у Баи возникла такая идея, так как она у нас иллюстратор, то сразу же пришла ей в гору такая мысль, что это как бы влюбленная пара, и персик является как бы символом любви. И вот две половинки создают одну общую, именно в такой технике». Всего два часа на написание шедевра в технике акрил. Главное желание художника из Санкт-Петербурга – Кривоноса Александра – передать энергетику гор, чистоту, красоту и гордость. Природа Дагестана и его люди взаимосвязаны. Вот главный посыл мастера. «Такое было интересное состояние. Эти горы какие-то очень интересные по своей фактуре. Женщина с конем, там хотя и были лошади, вот стояли, но женщина, мне кажется, такой образ тоже, если я правильно скажу, горки, горянки. Вот. Это очень важный такой образ. Это развивающееся платье, в этом какая-то строгость, чистота, какая-то стройность. И выражение этих гор, и все внутреннее состояние вот этого, оно как бы без человека и не существует. Человек – это такой, он сублимирует как будто бы всю эту историю, традицию, горы, да, как лезгинка, да, она как соответствует этому ритму гор, вот так. И люди, они такие какие-то стройные, строгие, достойные, как горы». Искусство – это образ, а настоящее искусство – это образ, провоцирующий на мысль, говорят творческие люди. Поразмыслить над этими картинами можно еще в течение 10 дней в зале Союза художников в Махачкале. Вход свободный, а уже после проект будет презентован московской публике. Ларьяна Шамхалаева, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова